Я, прежде всего, поменяла себя. В первую очередь, я бы себя кем-то заменила, потому что я, например, очень чётко понимаю, что я не политический ум и, наверное, довольно эмоциональный человек, чтобы вообще заниматься такими вопросами. Но просто как мать и как женщина я бы, конечно, хотела, чтобы... Понимаете, просто в детстве, когда ты... Вот, знаете, такой вопрос, если бы мне было лет на 20 или 30 меньше, я бы сейчас вам быстро всё сказала. А с возрастом и с опытом, и с какими-то ношами, которые ты несёшь, и всё больше, да, по жизни, я понимаю, что всё не так просто, и это очень всё сложно сочинённые вопросы, ответов почти нет и так далее. Поэтому я понимаю, что я бы, наверное, очень хотела что-то всерьёз менять в лучшую сторону в нашем образовании, в нашей медицине и в нашем отношении к старикам и, ну, к незащищённой социальной ступени. Но как это менять? Это же не бывает так, что «Ха! Всё будет хорошо! Ха! Сделайте, чтобы было хорошо!» Это же очень сложный процесс. И прежде всего, наверное, надо начинать с себя. И, наверное, я бы всё-таки больше ратовала за какие-то, не знаю, образовательные, культурные ценности, поскольку мне кажется, что очень много плохого вообще в мире и в нашей стране, в частности, происходит от невежества, от неинформированности, от того, что люди просто не знают и не знают, как изменить и как прийти к правильному результату. Ну и, наверное, мне нравится всё, что связано с какими-то жёсткими мерами по отношению к коррупции, к воровству. Ещё где-то недавно я прочитала очень смешную мысль, я даже не знаю, что это, не смогу цитировать, кто это сказал, но, возможно, это просто анекдот, но сама мысль мне очень понравилась. Хорошо бы, чтобы в нашей стране на народные деньги спонсировались бы детские дома и больницы, а на футбольные команды, на оплату зарплат футбольных команд и тренеров деньги собирали бы просто с людей добровольно. Вот мне тоже в этом очень многое нравится, потому что мысли это мне в природе очень нравятся, потому что, к сожалению, сейчас понятно, что очень много всего собирают, все эти бесконечные какие-то смс, кем мы посылаем, и всё, и государство всё меньше и меньше обеспечивает вот эти незащищённые слои населения, что на самом деле, наверное, очень страшно и очень губительно в будущем будет проявляться. Очень серьёзные у вас, а?